Сегодня у нас в гостях актриса, режиссер, продюсер, телеведущая и общественный деятель, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. В рамках проекта библиотечно-методического центра Одинцовского округа «22 вопроса. К» школьники пообщались с известной актрисой Ольгой Будиной. Поговорить с долгожданной гостьей собрался полный зал. В первую очередь всех интересовало детство и юность артистки, прошедшая в Одинцове. Я родилась в Москве, но мои родители жили в Одинцово. Вернее, так получилось, что папе дали квартиру в Советском Союзе, бесплатно давали квартиры. И вот моему папе дали квартиру в Одинцово, и мы переселились сюда. Поэтому все детские школьные годы я прожила здесь. И, по сути, это такой город моего детства. Ольга Александровна рассказала о своей творческой судьбе, телевизионных, театральных и кинопроектах. Поделилась взглядами на жизнь, воспитание детей, семейной, духовной и культурной ценности. Ни одна сфера человеческой жизни не обходится без культуры. Информация – это же тоже часть культуры. Тот деструктивный контент, который сегодня мы видим в соцсетях – это тоже часть культуры. А хотим ли мы, чтобы мы и дальше вот в этих нечистотах проживали, чтобы наше культурное пространство было ими засорено. Ребятам было также интересно отношение актрисы к современному кинематографу и жанру фэнтези. Диалог получился информативным и интересным. Школьники спрашивали, слушали и даже спорили в некоторых вопросах. «Наше мнение с Ольгой Будиной разделились, потому что у нее есть своя позиция, моя позиция с ней не схожа. Допустим, она говорит, что нельзя детям смотреть фантастические фильмы. Я считаю, что не нужно лишать ребенка детства и не нужно ему впихивать какие-то научные фильмы». Формат проекта «22 вопроса К» пользуется большой популярностью у молодежи округа. Ребята могут не только послушать точку зрения известных людей, добившихся успеха в жизни, но и обсудить интересующие их темы в камерной и дружеской атмосфере библиотеки. «Было интересно послушать мнение другого человека, тем более актрисы. Тему про фильмы, как вообще ее отношение к воспитанию ребенка. Если будет возможность, то я еще раз придумала. Интересно». Интересно на встрече было не только школьникам. Ольга Будина сама забыла о течении времени и не заметила, как пролетели два часа. Вести сегодня такие диалоги с подростками не только увлекательно, но и чрезвычайно важно, отмечает актриса. «Я думаю, что обязательно нужно сегодня разговаривать с молодежью и пытаться их услышать, отвечать на вопросы, которые их интересуют. Без этого диалога мы ничего не построим. Это важные такие встречи. Хорошо, что библиотека Одинцовская проводит такие встречи». Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». «Одинцовская проводит такие встречи». «Одинцовская проводит такие встречи». Продолжение следует...